Добро пожаловать на лекцию про netconf. На этой лекции мы хотим пройтись по скриптам, которые умеют добавлять интерфейс, добавлять loopback на языке Python. Мы все будем работать, мы все будем делать на языке Python по стандарту netconf. Мы будем добавлять интерфейс, удалять интерфейс и сохраним настройки runningconfig, текущие настройки в startupconfig. Мы пройдемся по всем этим скриптам и посмотрим, как это все сделать. И мы это реально сделаем в нашей бесплатной лаборатории, которую Cisco нам дает. Cisco нам дает песочницу. Это бесплатные лаборатории, бесплатные роутеры, к которым мы можем подойти. Ничего не надо устанавливать, все бесплатно. Это относительно новое. До этого Cisco такого не делали. Только в последние года они нам разрешили бесплатные лаборатории, создали и все дают нам бесплатно. И мы отфильтруем networking лаборатории, связанные с сетью. Поищем лабораторию, в которой уже активирован netconf-программинг, которые готовы для API-программирования, для запросов извне. И нам нужна лаборатория, которую не надо резервировать, always on. И она называется iOSXE, операционка iOSXE, recommended code. Вот именно это я искал, recommended code. Они рекомендуют ее для программирования, она всегда доступна, always on. На ней будут еще другие пользователи, но мы друг другу не будем мешать. Заметьте, вот это вот главное, что я искал. И мы уже говорили о этой лаборатории, мы к ней уже подключались на предыдущих лекциях. У нас здесь есть имя и пароль, и порты, по которым мы можем прямо напрямую из дома подключиться по SSH. Мы это сейчас все будем делать. И нам нужна Learning Lab, обучалка с готовыми командами netconf и с готовыми скриптами. Мы это все делали уже на предыдущей лекции. Это у нас уже не первая лекция, и нам нужна обучалка netconf. Про restconf мы говорим отдельно. И в этой обучалке, в этой лаборатории мы уже дошли до последнего этапа. Я вам напоминаю, что очень важно пройти все этапы how to setup your own computer, как настроить свой компьютер для этой лаборатории. Надо установить пару вещей, GitHub. И самое главное, дойти до ситуации, что у вас есть виртуальная среда. Вот этот virtual environment. Если у вас его нет, проделайте этапы по той инструкции, которая в начале страницы. И мы уже перепрыгнули на третий этап, последний этап этой обучалки. Здесь есть уже готовые примеры и объяснения. Это то, что я вам сейчас буду объяснять. Вот про этот скрипт adloopback.py. Вместо того, чтобы вы это все читали на английском, я вам сейчас это все покажу. И после моих объяснений мы запустим скрипт и посмотрим, что это действительно все работает. Я вам напоминаю, что мы уже скачали этот скрипт с GitHub. И он находится вот в этой папке intro.mdp.netconf. Это все находится в той инструкции, которая в начале страницы была. Как подготовить свой компьютер для этой лаборатории. И мы открываем скрипт adloopbackpy Python. Я вам хочу показать, что есть extension, что есть окончание у этого файла. И мы делаем edit. Я люблю пользоваться notepad. Вы можете любым текстовым редактором пользоваться. И мы видим, что в начале у нас есть декларация, что мы пишем на питоне. И импорт библиотек. Это внешние вспомогательные библиотеки, которые мы импортируем. Например, netconfclient. Из него мы импортируем менеджер. Мы также импортируем библиотеку xml2dictionary, которая превращает xml в словарь, чтобы нам было удобно работать со значениями, которые вернутся с xml. И также xml в minidom. Minidom это объекты, как у браузера. То есть мы берем xml и превращаем его в объектную структуру, похожую на браузер, на ваш браузер интернета. И в нем есть функционал, например, красиво отпечатать объект. Это вспомогательные библиотеки. Конечно, можно было и без них обойтись. Это для того, чтобы было удобней работать. С чего все начинается? С того, что мы получаем переменную here и из нее вычисляем корень нашего проекта. Тем, что мы берем текущую папку и поднимаемся на два уровня выше. Получаем корень нашего проекта и из него импортируем вот этот скрипт environmentlab. Мы уже говорили про этот скрипт в предыдущей лекции. В этом скрипте есть подробности про подключение к серверу. Его IP адрес, его имя и пароль. То, что мы видели на web-странице. В этом скрипте импортируется как объект в наш Python, чтобы мы могли подключиться к этому серверу. Потом мы создаем объект interface type. Вот этот вот объект, в нем есть два свойства. Кстати, фигурные скобки это значит, что это объект. Если бы это были бы квадратные скобки, это значит, что это массив данных, массив объектов. У нас нету массива объектов, у нас фигурные скобки. Значит, это один объект, у которого есть разные свойства. Есть свойство loopback. У этого свойства есть значение. И значение вот это вот все название. Это название стандартное значение. Мы его будем потом использовать. Просто чтобы не писать вот это вот все значение и непонятно, что оно значит, мы будем использовать объект interface type, а внутри него свойство loopback или свойство ethernet. Тем самым мы экономим себе потребность писать вот этот вот непонятный текст из этого непонятного стандарта Янга. Прекрасно. Это просто наш вспомогательный объект. И здесь у нас дальше после этого объекта есть следующий объект. Точнее, это не объект, а просто стринг. Просто переменная с текстом. И в нем текст, который выглядит как XML. И это шаблон. Шаблон для создания интерфейса. Этот шаблон написан на языке Янга по стандарту ITF. Вот так он выглядит, этот шаблон. И в нем есть место вписать имя. Видите, фигурные скобки. Это место, в которое я потом буду заменять то, что здесь написано, будет заменено тем, что нам пользователь задаст клавиатуры. То есть у нас есть готовый шаблон и в нем есть placeholder и такие места, в которых надо будет вписать потом другие значения. Вот это и есть фигурные скобки. Видите, IP-адрес, статус, маску. Это все мы будем потом менять. Главное, что у нас есть шаблон по стандарту. Из-за того, что это обучалка Cisco, здесь все очень поделено и организовано на этапы. Так, и вот этот вот name, статус, это все мы сейчас будем получать от пользователя. И мы создаем переменную new loopback. Это пустой объект. Видите, пустые фигурные скобки создали мне пустой объект в памяти. И теперь мы к этому пустому объекту будем добавлять свойства. И мы берем, добавляем ему свойство name. И в это свойство name, то есть будет пустой объект с одним свойством. У него будет свойство name со значением loopback плюс, то есть loopback 777, loopback 999. То, что пользователь нам задаст. Функция input попросит у пользователя задать номер loopback, который он хочет добавить, и все это зайдет внутрь переменный name. Понятно? То есть у нас в конце будет объект new loopback, в нем свойство name, и в этом свойстве лежит слово loopback 13, loopback 777. Loopback то, что пользователь нам задаст. Прекрасно. После того, когда мы закончим получать от пользователя name, мы от него получим description, описание. Это просто свободный текст, который описывает этот интерфейс. Потом у нас есть тип. Заметьте, тип мы уже не принимаем от пользователя, а используем сразу же ту переменную, которая была в начале. Помните, мы в самом-самом начале объявили переменную interface type, и у нее было два значения. Одно из них был loopback. И мы сейчас сюда сохраняем это значение. Конечно, мы могли все это не делать, а просто взять вот этот вот текст, сделать copy, там paste. Но мы хотим быть очень организованными, и не просто так делать непонятные вещи. Поэтому все разложено по полочкам. В конце концов будет переменная new loopback type, и в ней будет вот это вот значение. Потом статус мы делаем true, не спрашивая у пользователя. IP-адрес мы спрашиваем у пользователя, какой IP-адрес он хочет. И сохраняем это вот в эту переменную new loopback в свойство IP-адрес. И потом то же самое с переменной mask. То есть у нас будет запрос у пользователя, какую маску он хочет для этого IP-адреса, для этого loopback. И мы ее сохраняем в переменную в объект new loopback в свойство mask. То есть у нас есть объект, и в нем несколько переменных, несколько свойств. Каждое свойство это, в принципе, переменная в памяти. Потом мы берем тот шаблон, который, помните, мы говорили о нем в самом начале, вот этот вот template. И начинаем в этом шаблоне подменивать поля. Мы подмениваем поле name в шаблоне от того, что мы приняли от пользователя. Подмениваем description, тип. Вот эти вот все поля. Продолжение следует... Продолжение следует...